Всем привет, с вами снова Добромакс и мы продолжаем проходить замечательную игру Черное зеркало Давайте попробуем вернуться в гостиницу, Марк уже наверняка должен был сделать ключ Видите, нет, то есть вернуться, наверное, нам сюда нужно будет чуть позже Можно, конечно, попробовать прогуляться А, секунду, секунду, у нас же с вами есть закладная Теперь-то мы можем смело наведаться к Мюррею Так, вот что у нас не так с повозкой Странно, что Гарри не позаботился накрыть ее Отлично, самое время получить вещицу назад Надеюсь, он по-прежнему не обижается О, это снова вы? Вы пришли, чтобы что-то купить? Я еще не знаю, можно я сначала посмотрю? Конечно, только не трогайте здесь ничего Я бы хотел выкупить тот предмет, о котором мы говорили, Мюрре И вы, конечно же, помните, что должны предоставить закладную? Не волнуйтесь, у меня она есть Вот И что самое интересное, у честного-честного Мюрре не возникло вопросов Откуда так быстро появилась закладная у Сэма? М-м-да, похоже, все в порядке Сорок фунтов, сэр Разве вы не говорили в первый раз тридцать пять? О, вы правы Простите, я ошибся Конечно Я вам сейчас его принесу М-да, честный-честный Мюрре Что-то его долго нет Да нет, вроде бы идет Странно, я-то думал, что речь идет о какой-то драгоценности Но, тем не менее, это не так Не стал бы я на глазах у Мюрре Чем-то подобным заниматься Давайте сделаем это на улице Пусть и под дождем, но тем не менее Части соединяются между собой Странный предмет Странно, это не то слово, но тем не менее Отчего же он? Так, по-прежнему здесь нет Марка Как насчет кружечки для мистера Гордона? Нет, спасибо Может позже Мне кажется, в такую погоду было бы неплохо пропустить пару кружек на самом деле Вы не видели Марка? Нет, он еще не приходил У него, наверное, есть работа Он вам нужен? Нет, просто спрашиваю Хотя, наверное, бокал Глинтвейна подошел бы больше Так Может быть, вот этот ключ подходит к сундуку в башне Да? Вполне может быть Вполне может быть Давайте попробуем Ну, в приход в Ворумхилла Ну да, давайте заглянем Церковь по-прежнему закрыта Поэтому смысла в этом никакого нет Можно, в принципе, задать вопрос Виктории На эту тему Но Вряд ли она что-то еще для нас прояснит Я хочу поговорить с вами, Виктория Я плохо себя чувствую, Сэм Извините Я надеюсь, что Роберт составит вам компанию вместо меня Конечно Я вернусь позже Угу То есть нам-то нужно, на самом деле, поговорить сейчас С Робертом Я, кстати говоря, не замечал, что они когда-либо Принимали пищу Мы уже обговорили все, что меня интересовало Так, хорошо В таком случае давайте пройдем в старое крыло И попробуем воспользоваться Потолок обрушился под своим собственным весом Старое крыло долго не протянет К счастью, здесь никого не было, когда это произошло Забавно То есть мы туда больше не попадем Получается так Из-за дыры в окне в комнату проникает ветер и дождь И если завтра будет такой же дождь Нужно будет заделать дыру в окне Ну, я так думаю, что об этом можно поговорить с Бейтсом И деревянные балки сгнили и обрушились Деревянный потолок находится в очень плохом состоянии Он может обрушиться в любую минуту Несмотря на то, что Роберт говорил о том, что в этом нет ничего страшного Я все-таки побоялся бы жить в подобного рода здании Ведь если старое крыло обрушивается, то и все остальное здание может пострадать Я понятия не имею Понятно Давайте спустимся вниз и побеседуем с Бейтсом Скажем ему о разбитом окне Это скорее формальность, тем не менее Позаботиться об этом должен именно он Ну, или в конце концов он должен дать указание Моррису Для того, чтобы именно Моррис занялся починкой Нет, Бейтс, видимо, не очень хочет с нами разговаривать Лам что-то нужно сказать Нет, ничего Да Ну, давайте попробуем Дойти до Морриса, ему сказать о разбитом окне Вполне вероятно, что это и не нужно вовсе делать Это просто мои предположения Да Моррис наверняка нам тоже ничего не скажет Оставлю его наедине с работой Ну, что ж, попробуем тогда вернуться в Лозовую заводь Я думаю, что времени, которое мы с вами потратили на То, чтобы приехать домой Посетить церковь И так далее должно было хватить Да нет Где же все-таки можно проявить Части соединяются между собой Проявить пленку И странно, что по-прежнему мы так и не узнали Кто это и Не постречали этого человека Очень-очень странно Да, сто процентов я не вижу Каких-то очевидных вещей Марк куда-то скрылся Мне нечем его спрашивать Мюррей отказывается нам помогать в проявке Фотографии Фотопленки Но он не то чтобы отказывается Скорее всего Как он и говорил У него просто сломано оборудование Но можно вернуться, конечно, к Герману Потому что, как мы видели с вами Он занимается подобного рода вещами Может быть, он нам сможет помочь Да Сэм Гордон Пожалуйста, впустите меня, доктор Мне нужно с вами поговорить Заходите Я внесу в морг Ну, здесь-то мы больше с вами ничего ценного не найдем Давайте спустимся в морг И попросим его проявить пленку Никакого подобного оборудования мы здесь не видим Но, тем не менее Попытка не пытка Доктор Герман Я хотел бы с вами поговорить Минутку Так, что вы хотели? Да, совершенно верно И я заметил, что в этой комнате Можно проявлять фотографии Да Я проявляю здесь фотографии вскрытий В деревне таких услуг нет Здесь все как в средние века Но человек к этому постепенно привыкает Вы что? Хотите проявить какие-то фотографии? Видите ли, Гордон? Это не фотоателье для туристов Вы ведь в морге? Да И я заметил Но мне нужно всего несколько фотографий Ммм Хорошо Но я сделаю это только во имя дружбы с вашей семьей Давайте их сюда Спасибо, доктор Постойте Я хотел бы получить что-то взамен Без этого я не сделаю вам фотографии У меня закончился проявитель Вы не могли бы мне его принести из деревни? Разве вы не говорили, что в деревне таких услуг не оказывают? И та, и нет У меня есть соглашение со старым Мюрреем Он делает для меня заказ в городе Скажите ему, что проявитель нужен мне И он его с радостью продаст Хорошо, я скоро вернусь Ну, хорошо И я так думаю, что Одновременно с этим Мы с вами получим ключ Логика такая То есть мы вернемся туда Получим фотографии Фу, нет Снова я не прав Да, но мое желание торопиться совершенно понятно Потому что Дело, которым занимается Сэм Не терпит отлагательств Доброе утро Чем я могу вам помочь? Доктор Герман сказал, что я смогу получить здесь проявитель У вас он и есть? Вам повезло У меня еще осталось несколько бутылок Видите ли, я не езжу в город каждый день Вот он Так Спасибо Ну, я так думаю, что До свидания Будет не лишним все равно на обратном пути Что ли, заглянуть в гостиницу И Забрать готовый ключ Хотя, мне кажется, что Опять же, Марка здесь нет Да, совершенно верно В таком случае Давайте прогуляемся В дом Германа Вообще, в такую погоду Ходить здесь Это Не совсем правильно, наверное Да? Сэм Гордон Пожалуйста, впустите меня, доктор Мне нужно с вами поговорить Заходите Я внесу в морг Вообще, я так понял, что Морг и дом доктора Объединены в одно помещение Представляете? То есть Жить в Здании На В подвале которого Находится морг Я хотел бы задать вам вопрос, доктор Герман Задавайте Ну да Я достал проявитель И теперь вы сможете проявить мою пленку? Конечно Вернитесь попозже Я должен закончить работу Перед тем, как напечатать фотографии Чем так важна эта пленка Что вы пришли с ней ко мне? Вы сами увидите, доктор Они могут быть и важны И бесполезны Мда Ну и пока, насколько я понимаю Нам все же нужно попасть в Лазовую заводь Я уже Миллион раз был в гостинице Но Марка там не видел Его и сейчас здесь нет Вернуться нужно позже Что же еще нужно сделать? Не передумали насчет ужина? Моя мэрия отлично готовит Все здесь подтвердят Я вам верю Но я просто не голоден Просто хочу задать вам несколько вопросов Пожалуйста Вы не видели Марка? Нет, он еще не приходил У него, наверное, есть работа Он вам нужен? Нет Просто спрашиваю Да, тем не менее Марка все еще нет Странно Что же еще я должен сделать Для того, чтобы Увидеться с ним Ну, с Робертом, наверное, общаться тоже опять будет Мы уже обговорили все, что меня интересовало Да Вернуться нужно всего лишь через час Времени прошло достаточно Можно, конечно, немного передохнуть Но, тем не менее, я думаю, что Сэм до последнего будет держаться на ногах Несмотря ни на что Здесь довольно тепло Так, ну и что же Где же нам нужно применить вот эту вещицу? Можно, конечно, попробовать Спуститься в библиотеку И посмотреть Может быть, там есть какой-то предмет Для которого подходит Подобная вещь Давайте посмотрим Ну, с глобусом мы с вами уже Насколько я понимаю, закончили Ну да, совершенно верно Очень жаль, что По-прежнему летопись Очень жаль, что Засыпало башню Мне-то казалось, что мы там найдем Что-то очень полезное Нет, обратите внимание, что И здесь По большому счету Больше ничего нет И я так думаю, посещение церкви нам опять ничего не даст Ну, давайте попробуем Чертовски страшно ударила молния Вообще, конечно, погода не располагает К прогулкам Где же все это время находится отец Фредерик? Церковь закрыта Вернулся Нет Вскрыть церковь было плохой идеей Да и Нет, ладья нам тоже не поможет И черная сфера со странным предметом Тоже не объединяются Но скорее всего Вот этот странный предмет Нам понадобится, конечно же В церкви В скрепе Маркуса Да Да, друзья Похоже, что мы с вами в очередном тупике Можно, конечно, попробовать вернуться к Герману и узнать Может быть, он уже закончил свою работу И проявил для нас пленку Сэм Гордон Пожалуйста, впустите меня, доктор Мне нужно с вами поговорить Заходите Я внизу В морге Ну что же, попытаем еще счастья И я могу поговорить с вами? Минутку Да, я слушаю Вы проявили мою пленку? Еще нет, Гордон Я занят Приходите позже Да, так как даже позже-то приходить Совершенно непонятно В прошлый раз с Марком мы встретились здесь Вполне вероятно, что он в этот раз тоже Придет сюда Пусть да Хотя нет, мы же четко договорились с ним, что Необходимо ждать Точнее необходимо через час прийти в гостиницу Здесь мы ничего нового, скорее всего, не найдем Ну да, здесь какие-то мелкие монеты Бесполезно здесь что-либо искать Вообще странно, но мне вот эта вот фотография напоминает То ли Льва Толстого, то ли Карла Маркса Так Ну и что же делать? Может быть, конечно, опять наведаться к Мюрре Но, в принципе Все, что мы могли, мы у него уже получили И разговаривать нам, в принципе, с ним не о чем Ну, давайте еще раз попытаем счастье И, наверное, все-таки в лозовую заводь Потому что мы Напутешествовались мы с вами уже, по-моему, вдоволь Да, Марка по-прежнему нет Что вам угодно, сэр? Я хочу спросить вас кое о чем Конечно, давайте Ну, опять то же самое Вы не видели Марка? Он должен был ждать меня тут А он только что забегал, но сразу куда-то ушел Но он оставил для вас этот ключ Отлично, отлично То есть нужно было раньше спросить об этом Гарри Спасибо Вот так Так, ну что же, мы сначала Посмотрим, что может быть спрятано в мусорном контейнере А потом спустимся вниз Немножко, наверное, неправильно будет Ну, попробуем На всяком случае, пока Герман занят работой Он вряд ли будет обращать внимание на То, что происходит во дворе Тем более в такую погоду Так, ну и что же Ой, вонь гниющей плоти режет глаза Отвратительно Отлично Чей-то череп Замечательно Человеческие останки Не нужно ли захоронить их? Из пакетов сочится кровь Я не буду это трогать Вообще Немного, конечно, со стороны Германа Это удивительно Оставлять подобного рода улики На виду Но, видимо, он Либо в сговоре все-таки с инспектором Кольером Либо Он не ждет Подобного рода любопытных гостей Ну, давай тебя беспокоим, Юра Потому что пленка-то наверняка уже проявлена Фотографии сделаны Сэм Гордон Пожалуйста, впустите меня, доктор Мне нужно с вами поговорить Заходите Я внесу В морге Одежда Киндри Хм Карманы пусты, но я чувствую внутри что-то твердое Хм Карманы пусты, но я чувствую внутри что-то твердое Интересно, что? Камень прекрасно огранен Ага То есть, вот Этот камень тоже часть Все части отлично соединяются Часть такого же Этого же странного предмета Остается только понять Зачем он вообще нужен Ну да ладно Давайте спустимся вниз И посмотрим Может быть фотографии-то уже готовы Доктор Мы можем поговорить? Да, конечно Доктор Готовы ли мои фотографии? Конечно Я положил их на раковину Большое спасибо На раковину Целая коробка Я положу фотографии в мой дневник Это имеется ввиду дневник Вильяма Или все-таки Или имеется ввиду что-то другое В нем несколько монет Так Снова монеты Забавно Кстати говоря Кстати говоря У нас по-прежнему Дневник Ну наверное Нам эти фотографии понадобятся Чуть позднее Насколько я понимаю Давайте мы попробуем Выяснить этот вопрос Уже только в следующей серии Друзья Да Здесь все окутано тайной И в принципе Вот этот скелет Который лежит В общем-то Это очень зловеще На самом деле И не совсем понимаю Что он там делает Может быть Герман скрывает Следы преступлений Которые творятся Здесь в округе И Вильям и Генри Это не единственные люди Которые Умерли За недавнее время Ну что ж Увидим А я напоминаю Что с вами был Добрый Макс Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Увидимся в следующих сериях Всем пока